ПОДПИШИСЬ НА КАСТ Те, кто эту кампанию начинал, наверное, скорее всего, не представляли себе всех последствий, которые она принесет. Ну, эти люди вообще далеко не смотрят обычно. Но в итоге не все так плохо. И спровоцировалась целая революция во взаимоотношениях мужчин и женщин. И во многом она работает в нашу пользу. Так что на самом деле за эти трупы нужно сказать спасибо тем, кто Метю придумал и запустил. Итак, что же у нас за жертвы? Жертва первая. Знакомство, отношения и ухаживание на работе. Отныне это полное табу. Тот, кто это продолжает делать, просто безумец. И со своей стороны призываю прекратить это делать немедленно. Риски огромные, выгоды никакие, просто незачем. Отныне все сотрудницы это существа без пола. К ним нельзя относиться как к мужчинам, потому что они не могут выполнять мужские функции. Но к ним нельзя относиться и как к женщинам, потому что с женщиной можно заводить отношения, ухаживать, шутить, говорить комплименты и так далее. Ничего этого делать больше нельзя. А самые осторожные люди, особенно в западном мире, теперь опасаются оставаться в одном помещении, закрытой дверью, с женщиной. Никогда один на один. Только при свидетелях. Либо дверь должна быть открыта в общее помещение, где ходят люди. Либо должна быть камера записывающая. В общем, какой-нибудь свидетель. Третье лицо. А что в этом, собственно, плохого? Служебные романы никогда хорошо на работу не влияли. Теперь можно быть совершенно спокойным и думать только о работе. И если ты с кем-то работаешь, то все. Табу. Человек без пола. Что бы он ни делал, как бы себя ни вел, во что бы ни одевался, как бы ни флиртовал. Все. Sorry. Но нет ни в коем случае. Обликом урале. Это первый труп. Жертва вторая. Угощение коктейлями. Особенно, что касается алкогольных коктейлей. Мы знаем, что в рамках строгого понимания понятия «консент» нетрезвая девушка или женщина не может дать осознанного согласия. Ни после какой дозы алкоголя. Так что отныне употребление алкоголя на свидании исключено. Абсолютно. И девушка-водитель, которая за рулем приобретает дополнительные баллы и работает в вашу пользу. Раньше можно было послать коктейль в баре или угостить. Теперь, по крайней мере, с алкоголем это делать абсолютно нельзя. Это абсолютно исключено. Если девушка хоть что-то выпила, все. Она не может дать осознанного согласия. Это означает, что перспектива накрылась. Более того, если девушка вообще что-нибудь выпила, например, до того, как с вами начала разговаривать, перспектива тоже закрыта. И об этом лучше как-нибудь узнать. Выпила ли она что-нибудь уже? Можно было бы сказать, ну, безалкогольный это коктейль можно же посылать в качестве комплимента. Ну, пока, в принципе, да. Хотя, скорее всего, это по нынешним трактовкам будет уже навязывание. То есть, почти изнасилование. Послал безалкогольный коктейль. Вон той девушке за дальним столиком. Теперь на это нужно и спросить согласие. И только после согласия можно это сделать. Нужен третье лицо, которое зафиксирует это согласие. Например, официант, который сначала спросит, можно ли девушке передать комплимент от вас. И только если она согласилась, тогда он выполнит заказ. Так что, хоть эта штука почти труп, я предлагаю добить его еще сильнее. То есть, любые посылаемые комплименты в виде набитков надо прекращать. А еще недалек тот день, когда непосредственно перед началом секса нужно будет заставить девушку дунуть в трубочку, типа как у гаишников. Замерить алкоголь. И если он покажет хоть что-нибудь, нет, все, извините. Свидание отменяется. Это второй труп. Жертва третья. Настойчивое ухаживание и добивание. Добивательство. Расположение девушки. Когда-то девушка могла бы долго ничего не отвечать на ваши инициативы. Отвечать что-то невразумительное. Или говорить, нет, не знаю, может быть. А молодые люди воспринимали, может быть, когда. А нет, как может быть. Но теперь мы знаем, что все это sexual harassment, stalking и, в общем, насилие. Сексуальное насилие. Мы живем в эпоху yes means yes. То есть только да означает да. Так что теперь, если вы рискнули выйти к девушке с инициативой познакомиться, пока речь только про познакомиться, то все нужно говорить прямо, четко и каждый вопрос должен подразумевать только да или нет. Вы хотите познакомиться? Или я вам достаточно нравлюсь, чтобы вы захотели со мной познакомиться? И если девушка прямо не отвечает да и не подтверждает этого, вербально не подтверждает, то вы опять превращаетесь в сталкера и сексуального насильника. Sorry. Так что вся процедура ухаживания теперь будет намного короче. И это замечательно. Да, любимая да, а все остальное нет. Все, до свидания. Знакомство окончено. Возможно, и это скоро будет признано насилием. То есть, чтобы первый раз задать вопрос девушке, нужно тоже будет предварительно какой-то консент у нее получить посредством какого-то приложения или третьего лица, не знаю. Возможно, это дело ближайшего будущего. Это третий труп, и его тоже нужно захоронить. Жертва четвертая. Любые тонкие намеки и насказания, и продавливания секса. Sorry, но все это ушло в прошлое. Чтобы создать консент, должен быть прямой запрос и прямой ответ. Наше время не пройдет предложение поставить тапочки рядом с другими тапочками, не пройдет предложение не хочешь ли дунуть, и даже не пройдет предложение разрешите вам впиндюрить, как в известном анекдоте. Теперь запрос должен быть четкий, конкретный и говорить именно о том, что вы предлагаете. И ответ должен быть формата да-нет. Точнее, вас интересует только да, потому что все, что угодно, кроме да, означает нет. Все витиеватости, все это ушло в прошлое. Надо ли об этом жалеть? Да нисколько. Это сильно упрощает жизнь, а также заставит научиться прямо говорить о том, чего хочешь. И если это сказано без ругательных слов, то тут нет никакого оскорбления. Прямой запрос, на него прямой ответ. Все прошлые варианты умерли. Sorry. И это замечательно. Это четвертый труп, и я тоже предлагаю его закопать. Вот такие вот четыре жертвы. MeToo. Главные жертвы, на мой взгляд. Исчерпывающий ли это список? Я думаю, что нет. Я думаю, что на подходе еще несколько очень серьезных трупов. И вполне возможно, что их подход тоже стоит ускорить. Но про это я, возможно, расскажу в одном из следующих кастов. Всем пока, спасибо за внимание и удачи. Закапывайте эти трупы. Довольно извращений. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok